Почему в России так случилось, что этого бурления, по большому счету, с 1993 года больше нет? А ты на этот вопрос когда-то дал довольно исчерпывающий ответ, когда писал серию больших, очень глубоких и, на мой взгляд, важнейшего плана роликов, посвященных описанию современного пост-СССР. Там была по всем республикам. Это называется политэкономический обзор Советского Союза. Точно, точно. Современного Советского Союза. И вот в этом политэкономическом обзоре конкретно Российской Федерации кроется ответ на вопрос. Почему? Потому что, ты сам вывел, что у нас вообще-то регионов, которые ведут совместную, самодостаточную на общем фоне экономическую активность, их очень немного. Четыре. Четыре, да. Ну, я бы добавил еще, пожалуй, пару и исключительно потому, что без них трудно жить. Это наши зердоносные регионы. То есть, Юг. Да, да, да. Краснодар, Симферополь, Орел, Белгород. И Орел и Белгород. Да, то есть, там, где у нас просто еда производится. То есть, извините, каждая третья свинья в Российской Федерации в Белгороде родилась. То есть, это важно. Там сейчас вопрос не про финансовую эффективность, а вопрос про то, что там еда есть. А во всех остальных местах ее гораздо меньше. Так вот, вот эти вот четыре, ну, шесть регионов. Пускай шесть. Шесть регионов. Это и есть, собственно говоря, вся Россия. Если мы говорим про материальное, материалистическое понимание того, что такое нация. То есть, это регионы, которые ведут, ну, условно, прибыльное и совместное хозяйство. И нет, это ЦО. Они нет. Они сами всех, собственно говоря, и волокут. И они друг с другом обмениваются постоянно вот той самой экономической суммой финансов, услуг, ресурсов, в том числе трудовых ресурсов, которые перемещаются вот так вот по этой самой довольно сложной, отлаженной системе и удерживают их вместе. Просто потому, что у них общее хозяйство. Финансовый Питер и финансовая Москва без нефтедосной Тюмени и газоносного Ямала не выживут. Точно так же и газоносный Ямал, и зерноносный какой-нибудь Ставропольский край не выживут в современных условиях без логистических финансовых услуг Москвы, например. Как бы мы к этому сейчас не относились, но просто это факт, черт возьми, и все. Это факт, это факт. И поэтому откуда у нас возьмется материальный базис общества во всей Российской Федерации, когда у нас шесть регионов это Россия, а все остальное это как во времена Грибоедова говорили лишние люди. Это же просто экономически избыточное население получается. Да, на эту тему лишние люди снят не один ролик на Красном ТВ. Очень важный момент, что не только я, а вот еще и Клин, мой товарищ, видит эти аспекты. Мы как бы не параноики в данном вопросе, и должен отметить, что его замечания по поводу зерноносности, по поводу животноводства я упустил. Но не совсем так. На тот период, когда мы снимали эти материалы, они еще не были так могущественны, как сейчас. А сейчас да. В эпоху ССВО тем более. Правда. Мы задаем вопрос. Мы видим вспышки. То Навальнято, то Хабаровск, то какие-то там несанкционированные выходы людей. Ну, он сейчас в Оренбуржье. В Оренбуржье. Ну, в связи с тем, что мы же съели дамбу. Съели, да? Ну, пробили дамбу в Орске. Это же сказали, что это грузовый пробили дамбу. Ну, вот. Поэтому мы исходим из того, что по большому счету, проезжая по России, а мне и ему доводилось ездить и на машине, и на самолетах, и по-всякому. На машине, конечно, круче. Если вы хотите ездить по России, видишь очень странное явление. Суть этого явления, что люди в целом и в общем на кухнях, как при Советском Союзе, кухонный разговор, гундят, недовольны, не хотят. Но голоса все равно рисуются те, какие нужны. Я никогда не был за буржуазный выбор. Поверьте мне. Они ничего не решали и не решают никогда ничего. Но в целом и в общем, когда-то Пиночета на выборах одним только голосованием под лозунгом «нет», «ноу». Как там по-испански «ноу»? Я уж не помню. Скинули. Общество таки, несмотря на весь террор, существовало. Но почему у нас, у нас нет террора, у нас благоденствующая страна, ведущая победоносную войну, в кавычках, у нас великолепный президент, идеал всей Западной Европы консерваторов и Соединенных Штатов. Если об этом вопросе поинтересоваться в Азии, причем в Большой Азии, а от Саудовской Аравии, ну как минимум до Индонезии, тебе везде скажут на полном серьезе, что лучше президента вообще не было за последние лет 50 нигде. Мой товарищ съездил в Монголию со своими экскурсиями и прочим. И когда он только заикнулся, что Путин как бы разграбляет Россию, ему монголы собирались бить в голову. Бить в голову. Поэтому впечатление о России одно, и оно довольно стойкое. Конечно, Запад раздражает. И, конечно, на фоне цинизма Запада, наш организатор, как бы Владимир Владимирович Путин, он выглядит более альтернативным. Но не та альтернатива, что делал Советский Союз. Но, тем не менее, это альтернатива. Хоть какая-нибудь. Но без общества, гражданское общество, называй как его угодно, но без общества невозможно дальнейшее движение. Это же все время движение к смуте. Это все время, рано или поздно, этот пузырь лопнет. Общество нужно. Безусловно, потому что у нас, вот мы сейчас за кулисами говорили, я позволил себе высказать предположение, что у нас есть не общество, а общество. Два, разделенные территориально, по религиозному признаку, по признаку каких-то увлечений совместных. И это все, это все, конечно, в первую очередь, да, оно территориальное. И мы вот, Вилодолек, молодец большой, что вспомнил, ну, к примеру, Вятку. А мы можем вспомнить и не Вятку, а куда более из той же самой средневековой истории показательный пример. Это господин Великий Новгород, которого отродумно Фраянов прозвал Мятежный Новгород. Вот что из...